Учиться непросто Это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены Ура! Нас ждут перемены Ура! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой друг Алтай С вами здоровается Сегодня к нам в гости придут наши друзья Вера и Фома Они брат и сестра Верочка недавно пошла в первый класс А Фома, ее старший брат, тоже школьник И всегда Верочке помогает Мы любим с ними беседовать Обо всем на свете И у ребят всегда много вопросов А вот и они Да-да, сейчас открою Здравствуйте, Михаил Гаврилович Добрый день, дядя Миша Приветствую вас, друзья мои Проходите скорее Мы с Алтаем вас уже ждем Мойте руки и за стол Ммм, как вкусно пахнет Ух ты, Вера, смотри Михаил Гаврилович Вареники с вишней приготовил Спасибо, дядя Миша Верочка, да ты чего Пригорюнилась-то? Что ни день С этой математикой Все сложнее и сложнее Да еще Леночка Моя подружка Мы с ней не поладили Из-за чего? Ну, вместе уроки делали И я свою часть примера Неправильно посчитала Из-за этого у нас Долго ответ не сходился А потом Леночка Мою ошибку нашла Так И дальше что? Я, конечно, не права была Но мне не хотелось В этом признаваться А Леночка Что? Говорит, что раз я ошиблась Свои ошибки Нужно признавать А почему ты их не признаешь? А потому что Не хочу и все Да Так дело не пойдет Про признание своих ошибок Мы с тобой чуть позже поговорим А вот с математикой Надо сразу разбираться Спасибо, дядя Миша Какая тема? Про слагаемые и сумму Так мы же с тобой Это уже разбирали От перестановки слагаемых Сумма не меняется Нет Там другое Переместительное свойство Сложения Я хорошо поняла А здесь Если из суммы Вычесть одно слагаемое Получится Другое слагаемое Ага И вот этого Я не понимаю Да Так, с чего бы нам начать? Ты думаешь, так будет понятно, Алтай? Ну что ж, ребята Алтай предлагает нам Отправиться в путешествие Готовы? Да Конечно, готовы Тогда держитесь за поводок Какое странное место Небо серое Листья у деревьев серые Доктор, а почему здесь все такого грязно-серого цвета? Мы с вами в стране красок Как это в стране красок? Вы что-то путаете, Михаил Гаврилович Да где же они все? Сейчас узнаете Теперь у нас нет красок Теперь все серое Это все кисточка виновата Это она виновата Доктор, а кто эти, вот эти маленькие человечки? Они похожи на тюбики с краской Это и есть краски, знакомьтесь Я желтая краска А я фиолетовая А это их королева-палитра Здравствуйте, королева-палитра Здравствуйте, ребята Уважаемая королева А что у вас случилось в вашем королевстве? Расскажите, пожалуйста Все краски в нашей стране дружили И наш мир был удивительно разнообразным И разноцветным Но вот к нам пришла кисточка Она не захотела изучать законы дружбы Законы дружбы? Да Ведь когда краски дружат друг с другом Получаются новые цвета И наше королевство Становится красивее и красивее Это я знаю Если сложить между собой Желтую и синюю краску Получится зеленая Верно А кисточка Несколько раз ошиблась в сложении И у нее ничего не вышло Да Ох, так бывает А что было дальше? Тогда она рассердилась И смешала все-все краски Поэтому в нашем королевстве Теперь нет ярких красок А все грязно-серого цвета Только в моем дворце Остались два тюбика С которыми вы уже познакомились Как грустно Мне бы хотелось вам помочь И мне А как? Доктор, подскажите, пожалуйста Ведь всего две краски осталось Фиолетовая и желтая Неужели вы забыли, что если правильно складывать краски Можно получать новые цвета? Пусть небо будет синее Да? Но как это сделать? Я вам открою секрет В фиолетовой краске спрятаны два основных цвета Которые помогут вместе с желтой раскрасить наше королевство заново Я, кажется, догадался Ведь фиолетовая краска состоит из красной и синей, верно? Верно Эх, если бы из фиолетовой можно было бы вычесть красную То получилось бы синяя И наоборот В нашей реальности можно соединить краски Но нельзя их потом разъединить Как же нам быть? В сказке все возможно И даже разделить краски обратно на их составляющие Что в обычной жизни невозможно сделать Знаете, это чем-то похоже на то, что говорила учительница на уроке Про слагаемые и сумму Чтобы найти неизвестное слагаемое Надо из суммы вычесть известное слагаемое Но я все равно еще не до конца понимаю Мы тебе поможем Алтай О, а вот и наша чудесная доска Спасибо, Алтай Какая замечательная доска Давайте попробуем нарисовать то, о чем мы говорим Вот, я рисую два кружочка Желтый и синий А я обозначу их цифрами Один и два Теперь я нарисую зеленый кружок А я обозначу его цифрой три Красный плюс синий равно фиолетовый Или один плюс два равно три Похоже на математический пример Осталось только знаки расставить Вера, сможешь? Возьми, пожалуйста, мелок И расставь эти знаки там, где нужно Да, здесь ставлю знак плюс И знак равно Один плюс два равно три Красный плюс синий Ой, они соединились Получился один большой фиолетовый круг Молодец, Верочка Так значит, если я хочу получить красную краску Я должна из фиолетовой вычесть синюю Верно? Но как? Попробуй написать нужный пример на доске Ага Три минус два равно один Получилось! От фиолетового круга отделился синий И остался красный Как здорово! А можно я попробую получить синюю краску? Конечно Так, Вера, смотри Из фиолетового я вычитаю красный И остался синий Пишем в виде примера Три минус один равно два Ура! А я, кажется, поняла Про сумму и слагаемые Давай еще потренируемся Вот тебе пример Два плюс три равно пять Значит... Сейчас, сейчас я напишу Пять минус два будет три А пять минус три будет два Если из суммы вычесть одно слагаемое Мы получим второе слагаемое Чудесно! Смотрите, ребята Все перемешанные краски Начинают разделяться Грязный серый цвет исчезает Весь мир опять раскрашивается в красивые яркие цвета Синее небо, желтое солнце, зеленые листья А на небе радуга, смотрите Хорошо-то как! Ой А это кто? Спрятался под кустом Сидит и плачет Кто ты? Неважно Чего вы от меня хотите? А-а-а Я, кажется, поняла Ты та самая кисточка Которая обиделась И смешала все краски А чего они ко мне пристали? Признай свою ошибку Да признай свою ошибку Все исправь Если я не хочу Может мне так больше нравится И пусть все будет серое Кисточка, милая Но ведь ты на самом деле так не думаешь Ты же хорошая Нет Ну просто тебе, наверное, обидно, что ты ошиблась Правда? Ну, может быть Немножко Знаешь, давай попросим у королевы палитры И всех красок прощения Вот увидишь Тебе сразу станет легче Они меня простят? Думаю, да Идем вместе Я буду рядом Чтобы тебе не было страшно Простите меня, пожалуйста Королева палитры и все краски Я была не права И больше так не буду Обещаю Конечно, прощаю И мы И мы прощаем Давай дружить И раскрашивать наш прекрасный мир вместе Спасибо Я с радостью Ну вот Видишь, как хорошо Спасибо тебе, Вера Ты научила меня признавать свои ошибки И просить прощения Ну что ты Ай, да там, наверное, уже домой пора Верно, Вера Пора До свидания Приходите к нам еще Всегда рады видеть вас в нашей стране Приходите еще Мы всегда рады Обязательно приходите Будем ждать До свидания До свидания До встречи Вот мы и дома Как интересно было Мы с Алтаем очень рады Да И как в стране красок стало красиво Благодаря им я поняла Если из суммы вычесть первое слагаемое Получится второе слагаемое А если из суммы вычесть второе слагаемое Мы получим первое Только вот что-то я проголодался Угу И я Ох, ребята А вареники-то совсем остыли Давайте-ка я их немного подогрею Где сковородка? Вот так, держите Ммм Очень вкусно О, Эврика Ну что такое? А в варениках, оказывается, тоже это правило работает Ха-ха Ммм Я не понимаю, Фома Да, что ты имеешь в виду? Ну вот смотрите Если сложить тесто и вишни Получается вареник, так? Да И что? Значит, чтобы найти в варенике вишню Надо съесть тесто, понимаете? Ха-ха-ха А чтобы осталось тесто Надо из вареника съесть всю вишню Здорово ты придумал, Фома Я такой Да уж, даже мне это в голову не пришло Молодец Спасибо вам, дядя Миша Так было вкусно и интересно Особенно история про кисточку Я очень рад Знаете, я хочу с Леночкой пойти помириться Я же не права была Отличная идея, Вера И помни, совершать ошибки не страшно Все ошибаются Но нужно обязательно иметь смелость их признавать И обязательно исправлять Теперь-то я поняла Вот и хорошо Спасибо вам большое, Михаил Гаврилович Ну, мы тогда пойдем Конечно До свидания, дядя Миша До свидания, Михаил Гаврилович Всего вам доброго, друзья Приходите еще Учиться непросто И снова есть вопросы У Верочки и у Фомы В учебниках толстых Загадки и загвоздки Их будем разгадывать мы Считаем, читаем Зумрим и обсуждаем Мечтаем, витаем Творим и наблюдаем Урок – это та же игра Не спим, не скучаем Фантазию включаем Как славно с друзьями Беседовать за чаем Нас ждут перемены, ура! Нас ждут перемены, ура! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...